Вот у нас женский взгляд на это дело. Многие мужчины пьют в куре, злобствуют и, наверное, включают программу самоуничтожения. Вам удавалось в ваших консультациях находить вот такую программу самоуничтожения? Да, конечно. Конечно, если мы составляем карту, смотрим задачи, которые стоят перед человеком, то там две стороны этих показателей, которые показывают определенные задачи. Первое, если человек позитивным образом решает эту задачу, то он укрепляет свою жизнь и открывает для себя какие-то перспективы. Если же он негативным образом подходит к решению этой задачи, простой принцип, как сказано было, что если человек употребляет одурманивающие вещества, алкоголь, табак, не дай бог наркотики, ну понятно, он нарушает первый принцип, с которым связано продолжительность жизни. Он отказывается от принципа аскетизма. И тогда, как бы он ни жил, он будет просто уничтожать себя. То есть вот эта программа самоуничтожения включается. Поэтому мы смотрим показатель определенный и можно сказать, как человек решает эту задачу. Если он подходит к ней, к ее решению ответственным образом, используя знания, которые у него есть, то он будет укреплять свою жизнь. Если же у него нет этих знаний, он вообще понятия не имеет о том, что вот в его жизни есть такая задача, то, конечно, он будет просто уничтожать себя. Вот эти родовые программы так называемые, которые также просчитываются, как бы кармические задачи, кармические программы. Это все показатели, по которым можно определить, из-за чего сейчас в жизни человека происходит то, что происходит. Кстати, это интересная тема, что веды говорят о том, что существует три вида страданий, которым мы подвержены в этом мире. Первый вид страданий – это страдания от высших стихий, от высших сил. Второй вид страданий – это страдания от других живых существ. И третий вид страданий – это страдания от собственного тела и ума. Вот с этими тремя видами страданий, если расшифровать, связаны простые вещи. Страдание от высших сил – это нищета, которая нас одолевает. Страдание от других живых существ – это войны. которые как бы уносят жизни людей. И страдания, которые причиняют нам наше тело и ум, это страдания, связанные с болезнями. И веды говорят, что эти три вида страданий входят в нашу жизнь, настолько, насколько мы отступаем от этих принципов Дхармы или от принципов благочестия, от принципов духовности. Поэтому мы неизбежно будем включать вот эту программу самоуничтожения. Другими словами, мы сами можем остановить войны, остановить нищету и остановить болезни, если мы будем менять свои качества, будем учиться тому, как жить, следуя вот этим принципам духовности. И опять же, отступая от этих принципов духовности, мы просто притягиваем свою жизнь как наказание, нищету, войны и болезни.